Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня мы с Таней продолжаем отвечать на ваши вопросы. Первую часть вы увидели на Танином канале. Особую благодарность мы с Таней хотим выразить нашим самым преданным поклонникам, хейтерам, потому что только вы смотрите все наши ролики, комментируете каждое наше действие и, что самое главное, делаете нас лучше. Мы стараемся ради вас, чтобы вы как можно меньше находили в нас изъянов. Огромное вам за это спасибо! Какой приятный и мудрый человек Егор! Таня, Танюша, терпение тебе! Как приятный! Как это соединяет между собой! Это подросток, Микса! Наверное, это не очень. Сам подросток! Какой веселый тренер! Смеюсь до слез! Таня, удачи вам! Все у вас получится! Какой приятный мужчина! Опять же, позитив! Чувствуется через экран! Я не собираюсь выступать, но все равно смотрю для настроения. Спасибо большое! Вопрос тут. Анастасия пишет. Таня, ты огромная умница и трудяга. Желайте удачи и дальнейших результатов. Не обращайте внимания на комментарии глупых людей. Они просто завидуют. Очень интересные видео. Буду ждать следующих. Было бы очень интересно послушать о влиянии сушки на женский организм. Мы уже говорили с тобой не раз, что сушка это две недели максимума, обычно неделя перед соревнованиями. Многие путают сушку и жиросжигание, похудение. Это разные вещи. И сушка девушкам не нужна. Вам не нужно выгонять воду из организма. И действительно, если взять статистику, на соревнованиях по бодибилдингу умирают не от стероидов. Еще ни один человек в мире от стероидов не умер. А умирают от диуретиков. То есть от веществ, которые выгоняют воду из организма. Если вы избавляетесь от воды, происходят судороги. Действительно, реально можно отдвинуть кони. А у девушек именно от этого пропадают мессишки. Да, да. Потому что сколько раз я видела там в инстаграм, читаешь, ой, вот не пью уже два дня перед соревнованиями. Ну разве это полезно? Что же это за подготовки такие, которые вот настолько могут укропить? Бикини можно обойтись без этого. Легко. Подросток Дарьяна спрашивает. Татьяна Егор, у меня сложилась проблема. Мне 17 лет, рост 161 и вес 46 килограмм. Я никогда не могу набрать вес, как бы не хотела. А питание стараюсь соблюдать правильно, но родителей порой заставляет есть неполезную пищу. Плюс домашние тренировки 3 раза в неделю. Что можете посоветовать? У меня есть большая статья. Называется «Как девушке набрать массы и стать сексуальнее». Изучите. Там питание, там вопросы тренинга, восстановления на моем канале hmgym.ru, чтобы мы здесь не расписывали это на 20 минут. Удачи вам в подготовке к соревнованиям. У вас все получится. Можно вопрос немного не по теме. Можете дать несколько советов по занятию спортом при сколиозе? Уже спрашивали. Мы сделаем, наверное, отдельный ролик. Я статью напишу, потому что очень много вопросов. На самом деле, что нужно осознать? Что если у вас действительно такая проблема, и если вы уже не подросток, избавиться от нее вам, к сожалению, не удастся. Вам нужно научиться жить с этим. А тренировки будут помогать вам только. Мышцы будут укреплять. Укрепляясь мышцы, будут выравнивать все равно позвонки. Ничто так, как физическая культура, не делает вас здоровыми. Если вы будете, ссылаясь на этот недуг, отказываться от тренинга, вы будете делать себя только хуже. Оксана пишет из США, кстати. Буду ждать видео о питании. Живу в США уже 4 месяца. Но все еще не могу привыкнуть к еде здесь. Таня, ты большая молодец. Иди к своей цели добьюсь. Как мы выдерживаем питание здесь? Ну, конечно, когда мы приехали сюда, мы просто отъедались как могли. Но у нас как бы... Ну, что-то так, как будто там дома не докармливали вас. Ну, мы всегда, знаешь, как мечтаешь приехать, все попробовать. А что кушали? У нас самое любимое кафе, дабл-чизбургеры и все дела, это все. Конечно, мы все пробовали здесь, но так как у нас работа и вообще все связано со спортом, мы просто не могли себе позволить здесь отъесться. Хотя нам все говорили, что... Разжиреете. Да, мы расширяем, а потом будем снимать ролики о похудении. И все дело просто вас, как бы, если вы хотите, вы найдете здесь полезную пищу. А здесь полезные пищи... Ну, за 4 месяца можно было уже найти магазины, где продается хорошее. Да, конечно. Америка чем и хороша, что здесь все. Хочешь есть Г, ешь. Хочешь есть натуральное, ешь. Выбор для всех. Даже есть фермерские магазины. Съездил, шикарно, купил там только от фермеров. Свежая клубника, свежие травки, помидоры, мясо любое. Внимание, вопрос. Варя Малыгина спрашивает. Если болят колени больше, чем один подход, 20 раз приседать не получается. Так как можно сделать... Как же можно сделать попу красивой и подтянутой, но при этом ее не увеличивать? Какие упражнения нужно делать? Так мы в первом ролике... Зайдите к Тане на канал. Рассказали вам о коленях, о суставах. Чтобы не повторяться, просто перейдите по ссылке. Я оставлю ссылку на Танин ролик и посмотрите его. Ребят, хотелось бы узнать насчет утренней зарядки и насчет того, что нужно ли выполнять суставную гимнастику или суставную в качестве разминки, помимо общей и специальной. На самом деле хороший вопрос. И я очень часто замечаю, как люди, занимающиеся с отягощением, делают чрезмерные растягивающие упражнения из йоги, там не важно, на суставы. Это нельзя делать. Можно делать легкие приседания, крутить коленки, но ни в коем случае не перерастягиваться, потому что это однозначно в скором времени приведет к травме. Легкая дозированная растяжка, хорошие маховые движения, общая разминка, как заметили вы в комментариях, и, конечно же, специальная. Но ни в коем случае не выкручивайте ваши суставы. Бонни Паркер на фотографии дед с сигаретой пишет, алкоголь не убивает клетки. Изучите эту инфу. Ладно, продолжайте бухать, а мы будем считать по-другому. Слышала, что если принимать БЦА и протеин, это влияет на почки. Правда ли? На самом деле, чрезмерное потребление протеина действительно убивает почки. Но я не встречал в природе обычного человека, который бы передал протеин. Все мы пережираем углеводы, жиры, но белки переесть практически нереально. Тут развергся хулевар по поводу деторождения. Что за тупость люди спрашивают, я в шоке, самое смешное про спорт и рождение ребенка. Действительно, люди пьют, курят и это считают нормальным. А если кто-то занимается спортом, то это помешает деторождению. А то, что у самих при этом рождается, об этом они не задумываются. В общем, просто завидуют, что сами ничего не способны, спортом не занимаются, сидят в обнимку с холодильником и сигаретой и срочат тупые комментарии. Отличный комментарий, аплодируем. Таня, смотрю тебя второй год, видео очень полезно, ты сильно мотивируешь, очень интересная твоя подготовка к соревнованиям. Желаем только побед. Да, вот здесь коротенький комментарий. На самом деле наши ролики больше мотивационные для вас. Но не мотивационные к тому, чтобы вы подняли свою попу и побежали в тренажерный зал. А нет, чтобы вы начали изучать эту тему, чтобы вы изучили вопросы питания, физиологии. К тому, что вам не нужен тренер, не нужно тратить огромные деньги на спортпит. Если вы хотите просто, хорошо и прекрасно выглядеть, из спортпита все, что вам нужно, это витамины, а из одежды это легкая, дешевая хлопчатобумажная одежда. Идите в тренажерный зал, приседайте, делайте становые тяги, подтягивайтесь, отжимайтесь от грузов. Все очень просто. Просто, что когда смотришь, как все это усложняется в фитнес-бизнес-индустрии, просто волосы везде поднимаются дыбом. Мария Лиз пишет, на ватарочке котик, прописочили все комменты в грубой форме. Теперь все пишут только хорошее, боятся, что опять видео попадут и над ними глумиться начнут. Да, мы будем продолжать глумиться над нашими тройками. Нет, ну, когда тебе какашечку пишут, неужели ты будешь восхищаться этим человеком? Хочется взять ее и бросить обратно. Как это логично. А можно поподробнее про упражнения, которые вредят женскому здоровью? Это да, мы снимем. Будет ролик. А если у меня больные колени и мне нельзя приседать, то о красивой заднице можно забыть? Да. Нет, мы уже говорили вам о коленях в предыдущем ролике, Таня, нам изучите. Но на самом деле, если вы хотите увеличить вашу попу и не приседать, то это из области фантастики. Ну да, или как-то так, такой цирк прям надо делать, там, изощряться. Расскажите о гиперкомпенсации, наверное, о суперкомпенсации. Вопрос к тренеру. Хороший вопрос. На самом деле, мышечные клетки растут не когда мы с вами тренируемся или едим, а они растут ночью, когда мы с вами спим. Точно так же и жиры. Поэтому, перегружая наши мышцы или не догружая их работой, мы тормозим прогресс. Для этого изучите просто мои статьи о периодизации, где я рассказываю о тренинге на каждый тип мышечного волокна, как это все чередуется. Запомните, что каждая новая тренировка на одну и ту же мышечную группу должна носить новый характер. То есть, если мы говорим о попе, да, сегодня мы тренировали быстрые мышечные волокна, в следующий раз мы будем тренировать медленные, а в следующий раз мы будем тренировать силу. Примерно так. Айгуль Плотникова. Егор, вы достойный мужчина. Дима и Таня, ваше преображение изумительно. Дима, любуюсь твоей фигурой, восхищаясь тобой как мужчиной. Пусть таких мужчин будет больше. Спасибо большое, Айгулечка. Я тебя тоже люблю. Наша умница. Ты стала нашим любимым комментатором. Единственным положительным. Ну так, ладно. Скажите, сколько раз в неделю заниматься самое оптимальное? И поскольку минут, часов, я летом попробовал заниматься по 1 час 20 минут каждый день в течение недели. И к концу недели у меня была жуткая слабость во всем теле, которая не оккупировалась ни едой, ни отдыхом. Больше так не экспериментирую. Спасибо за внимание. Хотя готова заниматься хоть каждый день. Перерывы расслабляют дисциплину. На самом деле силовой тренинг должен повторяться через день. А иногда даже лучше день тренинга 2 дня отдыха. В свободные от силового тренинга дни вы должны делать, не должны, если хотите, делать интервальное кардио. Побольше гулять, заниматься каким-то активным видом отдыха. В движении это всегда лучше. И о чем там еще был вопрос? А, сколько времени? Запомните, какая бы ни была тренировка, она должна продолжаться, силовая ее часть, не больше 50 минут. Не включая время на разминку и заминку. Максимум 50 минут. Крутая идея прокомментировать каждый комментарий. Но вы молодцы, красиво ответили на некоторую полную чушь. Танечка, вам спасибо от самого большего переезда в США. Вы меня очень вдохновляете. С удовольствием вам буду следить за вашей трансформацией. Даже думаю, что найду силу вернуться в зал после застоя из-за весомых причин. Жду новых видео. Удачи вам. Танюша красоточка, у меня вопрос касательно упражнений, которые вредят девушкам. Увеличивают талию, например, про боковые наклоны понятно. А вот про тяги, действительно ли расширяют талию. А также интересно про ваше мнение насчет круговых тренировок. Заранее спасибо. Ну, по поводу, что вредят упражнения какие-то, опять же будет отдельный ролик. А по поводу круговых тренировок. Мы недавно провели одну тренировку круговую. Самое главное, запомните, между подходами в вашей круговой тренировке обязательно должно быть как минимум 30 секунд отдыха, если вы не хотите себе навредить. А в идеале, восстановили дыхание, готовы, делаете следующий подход. Спасибо за ваше видео, людей мотивируют, даже не спортсменов. Пишут, вот на смотре даже не спортсменки. Позитивное видео, Таня, ты похожа на актрису Бус, Басова, Филлипс, только еще лучше. Не знаю такую, надо посмотреть, погуглить. Таня такая молодец, видно, как меняешься с годами ведения канала, мотивируешь всех нас, будем смотреть, как ты приедешь. Придешь к победе, извиняюсь, очень горжусь, что встретились с тобой однажды. А, это в Москве девочка с нами. Не знаю, тебе, да? Спасибо за ценную информацию, вы просто замечательные. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про приседания в тренажере Смита. Ну, там же было и не раз. Смотрите в видеоролике, Таня. Как же это здорово, у нас есть уникальная возможность наблюдать за такую сложную работу двух профессионалов. Безумно интересно, успехов. Здравствуйте, Таня и Егора. Одно удовольствие смотреть и слушать вас. Да что ж такое? Одни хорошие комментарии. Да, что такое странное. Вот Егор виноват. Спасибо большое за то, что делите своим опытом. Получил огромную мотивацию работать на собой. С нетерпением жду ваших роликов о питании, тренировочном процессе. Таня, успехов только в обеды. А еще очень жду про питание и БАДы видео. Но больше всего интересно, как вы будете готовить что-то интересное из обычных продуктов, которые используют спортсмены. Диетическое мясо, овощи, фрукты, орехи и прочее. Сколько раз сама пробовала, мне все кажется таким неразнообразным и невкусным, что сразу начинаю что-то хомячить. Поэтому очень жду ваших футбуков. В плане ролики о блоге правильного питания я их уже снимаю. Поэтому скоро ждите на моем канале. Все это будет обязательно в наглядном примере, чем я питаюсь. Во-первых, большое спасибо за это мотивирующее, получающее видео. Вопрос мой касательно мифа о том, чаще всего бикинисток лепят из хрупких девушек. Так ли это? Речь далее не о Тане, а в целом. Поэтому не серчайте. По YouTube гуляет куча историй о подготовке чуть ли не с нуля. И все девушки обычные худенькие, которые могли до этого даже спортом не заниматься. Возможно, мой комментарий от незнания вопроса. Но действительно интересно. Неужели проще взять девушку худую и сделать из нее пробикинистку, нежели взять, может, не худую, но спортивную девушку. То есть обычную среднестатистическую девушку 44-46 размера, которая занимается спортом, плохой кандидат бикинистки. И в первую очередь ей надо просрочно худеть, а потом уже пробовать мышцы. Интересно просто, насколько меняется подход в кардинально другой ситуации, когда у человека хорошие пропорции и неплохая мышечная база, но сверху везде жирок. Заранее спасибо, не судите строго за длинную формулировку вопроса. Но на самом деле вопрос грамотный, но внутри вопроса есть немножечко несоответствие. Обычная девушка – это не спортивная девушка. И почему легче вылепить что-то из худенькой? Потому что толстенькую надо сначала избавить от жира, а потом накапливать в ней мышечную массу. Понимаете, насколько все сложно? И чем прекрасна бикини, здесь не нужна огромная мышечная масса. Поэтому взять любую девушку с хорошими пропорциями, с хорошей мотивацией, гораздо легче худенькую подготовить, вывести на соревнования. Тем более, сколько примеров наших девочек, которые худые, но они выглядят идеально. Мать четырех детей, мы недавно говорили, девчонки, просто супер девчонки. Вот и дождались. И все же какой-то неприятный, негативный этот чувак. Я надеюсь, ты про меня все-таки пишешь. Таня, выкладывай видео чаще. Идем дальше. Извините, если кому-то какой-то негативный. Это, скорее всего, про меня. Обычно про меня такое. Людмила, привет. Влияет ли эвактация на жиросжигание или рост мышц? Могут ли как-то гормон в этот период тормозить процесс телостроительства при соблюдении всех условий тренировки к БЖУ в дефиците? Спасибо. Ну, на самом деле, лучше всего на этот вопрос ответит не Таня или я. Просто мы еще не проходили через это. Есть бикиняшки, вот та же Алина Скоромная, она даже книжку выпустила, шикарную об этом. Поэтому почитайте. Она рассказывает о том, как она тренировалась до беременности, во время беременности, после беременности. На самом деле, это очень сложная, серьезная тема, потому что вы должны полноценно питаться, чтобы ребенок получал питательные вещества. Но многие путают, начинают просто жрать все многое и все подряд. Поэтому лучше всего обратитесь к опыту того человека, кто прошел через это. Да, в том-то и дело. Я не могу рассказывать, я отвечаю на такие вопросы, когда я этот шаг не прошла сама. Это глупо будет. Как можно рассказать, как избавиться от геморроя, если у тебя его никогда не было? Да. Тогда такой вопрос. А что можно делать, кроме приседаний, если есть проблема в коленях, и все приседания, выпады и прочее просто запрещены? Какие у вас проблемы с коленями? Вот все пишут, проблемы с коленями, проблемы с коленями. Просто они у вас болят, хрустят, ноют. Проблема с коленом – это когда колено поломано, когда там какая-то серьезная травма, мениска. Все остальное позволяет нам приседать. У меня тоже хрустят колени, что ли? А хруст – это нормально, извиняюсь. Да, ведь многие хрустят просто, потому что там лопаются пузырьки воздуха. Вот это поворот. Таня, очень красивая улыбка, очаровательная. Удачи, обожаю тебя. Пожалуйста, сними свое питание и каждый день. Танюш, у тебя что за помада на губах? Фирма «Оттенок»? Скажи, пожалуйста. Уже бегу смотреть. Очень интересно узнать подробности вашего питания. Все про питание спрашивают. В Америке культ силиконовой груди. Жалко, что Таня повелась на это. Но думаю, с силиконовой грудью ты, Танюша, вообще муж идеально. Такой комментарий. Но с чего вы взяли, что в Америке культ силиконовых грудей? Это культ, по-моему, теперь во всем мире. Что, разве русские девчонки не стараются вставить себе грудь? Если кто-то хочет, тот вставляет. Вероника пишет, вы очень похожи на девушку, которая снималась в «Елке-5». Не помню, как ее точно зовут, но она там еще в самолете летала. Это благодарность, вернее, это комплимент или… Не, мне говорят, что она какого-то мужика похожа была. Мужика? Ну, за девушку это уже комплимент, да? Ну да, сладко. Наконец-то два блогера объединились. Очень интересный опыт с бикини. О межпозвонковых грыжах, имеется в виду межпозвоночных, наверное. Грыжи между позвонками, не между двумя позвоночниками. На самом деле, комментарий хороший. Я понимаю, о чем говорят. Медиков коробит, когда говорят межпозвоночные грыжи. Понимаешь? Межпозвонковые. Но если говорить об этом, то можно столько примеров привести. Все говорят там гражданский брак. Гражданский брак, друзья, это официальный брак. Все остальное – сожительство. Поэтому, ну уж, как говорим, так и говорим. Ну, нас любят при этом прицепиться. Спасибо, что поправляете нас, да. Добрый день! Нужно ли уделять особое внимание тонировке грудных мышц для девушки? И сколько раз в неделю нужно тонироваться на бикини? Не нужно вообще уделять особое внимание грудным мышцам девушки. Достаточно двух-трех упражнений. Самые лучшие упражнения для девушки на грудные мышцы – это брусья. Затем специальные тяги на прямых руках в кроссовере, когда вы просто руки держите перед собой, потом оттягиваете их вниз. И жим гантелей на наклонной скамье. Но, в принципе, первых двух боев вполне достаточно. Кейт спрашивает Таню. Расскажи, пожалуйста, про корсеты. Так ли они эффективны? Как их рекламируют? Нужно ли тренинги девушкам? Или это просто маркетинг и бесполезная трата денег? Пользовалась ли ты? Какой бы эффект у тебя был? С нетерпением жду новых видео. Я пользовалась какое-то время. Но я не скажу, что прям сильный какой-то результат я заметила. Вот, допустим, Егор вообще их не рекомендует. Я считаю, что это маркетинг чистой воды, выкачивание из вас денег. Но самое главное – это несет в себе очень большую опасность. Когда вы используете пояса, корсеты, а их рекомендуют тренироваться в них, вы расслабляете ваши мышцы кора. Они не тренируются, они деформируются. И они атрофируются. Нужно ли дальше продолжать? Ася Данилова. Какими упражнениями увеличить ягодицы? Снова вопрос. Как приседать? С каким весом? Сколько раз? Какие упражнения, кроме приседаний, способствуют увеличению ягодиц? Надеюсь, именно вы дадите точно ответ, так как вы в этом деле, видно профессионал. Заранее огромное спасибо, Танюш, удачи с таким тренером Егором и так далее. Смотрите наши ролики. Мы во всех показываем, как тренироваться. Причем набор упражнений минимальный. Приседания, тяги, ягодичные мостики, выпады. А Диму там что-то еще спросили, нет? Нет, пишут, что значит, на моей поддержку Тане все получится. Да, точно. Спасибо вам большое. Все только хвалят. Точно Егор испугались. Спасибо вам большое за ваш труд. Люди должны вообще радоваться, что им бесплатно дают столько полезной информации. Танюш, ты просто замечательная и очень красивая. Удачи тебе. Буду обязательно следить за твоими изменениями. Таня, как ты пришла к мысли, что хочешь участвовать в фитнес-бикини? Помню, когда ты еще в Москве жила. Говорила, что не хочешь больше заниматься с весами, так как твой характер меняется вместе с телом. И перешла исключительно на домашние тренировки. Буду рада услышать именно о твоих внутренних изменениях. Буду рада услышать именно о твоих внутренних изменениях. Что тебя привело к такому решению. И, конечно же, желаю тебе удачи. Подожди перед тем, как отвечать. Пусть лучше Дима, как муж, ответит. Изменилась она характером от силового тренинга в тренажерном зале? Стала ли она мужеподобной? Ребят, в Москве на нас влияла обстановка. Знаете, когда холодно, все ходят в шубах, не хочется вообще заботиться. Ничего не хочется. Не надо тренироваться, если никто этого не видит. Теперь мне нечего говорить. Ребят, заходите на инстаграм Тани и смотрите, как она изменилась. А люди спрашивают именно с точки зрения характера. Не стала ли она грубой? А Таня стала чуть-чуть жестче не с точки зрения боевой какой-то и прочее. Она стала замотивированной. Дисциплинированной. Дисциплинированной, да. Это разные вещи. Да, ну и как я пришла к этой мысли, я всегда подзазнательно знала, что если я сюда приеду, то здесь я могу попробовать. Но просто подвернулся Егор, он мне сказал, что я могу себе попробовать. Кусичка? Кушать хочешь?